Кефирная диета на три дня. Три варианта. Сложно создать искусственным путем более полезное средство для похудения, чем кефир. Об этом уже позаботилась природа. Нужно только поверить в ее мудрость, приложить немного усердия, и результат превзойдет все ожидания. Три варианта трехдневной кефирной диеты. Первый способ подразумевает воздержание от любой еды. При этом количество кефира на день, также ограничено. Не более полтора литра. Это количество нужно разделить на несколько приемов. Плюс ко всему любая другая жидкость также запрещена. Это сложно, но заприлежное соблюдение диеты. Минус пять килограмм веса. Второй способ менее строгий, так как еда в такой кефирной диете на три дня, все же разрешается. Это один килограмм фруктов, или овощей в день. Это плюс к ежедневным полтора литра нежирного кефира. Предпочтение лучше всего отдать арбузу, или яблокам, но не бананам. Третий способ нельзя назвать облегченным, но все же количество еды при ней возрастает. Так, на завтрак вам разрешено выпить стакан нежирного кефира, и съесть тост со трубями. На обед, можно съесть овощной салат, наливково масле, и выпить стакан того же кефира. На ужин. Только небольшой кусочек сыра и два яблока, не забыв про стакан кефира. Между основными приемами пищи также нужно пить кефир, так как в день нужно выпивать все те же полтора литра кисломолочного продукта. Вода, при этой кефирной диете, на три дня также запрещена, так как лишняя жидкость может помешать активному похудению. Кефирная диета на три дня может вызывать дискомфорт, вздутие живота и диарею. Поэтому первый день кефирной диеты, нужно рассматривать как пробный. Посмотрите как ваш организм реагирует на продукт, и при возникновении неприятных симптомов, прекратите диету. Употреблять один только кефир в течение нескольких дней довольно трудно. Чтобы хоть как-то разнообразить меню, можно добавлять к кефиру, немного кислых ягод, и не сладких фруктов, или несколько ложек обезжиренного творога, или не более двух вареных яиц. Повторять диету можно каждые три недели. После проведенного курса придерживаться не сильно калорийного питания. Желательно заниматься физкультурой во время и после диеты.